всем приветули и приветчики я короче снова на связи и все такое короче я сейчас с работы еду к маме в гости поболтать посидеть там еще нужно было будет и что-то там помочь я уже целиком не помню потому что кучу всего мы с ней обсуждали что там где когда же будем делать я половину короче забыла я уже у мамы сити какого мордочка а вот еще один монстр мама меня сегодня угощает окрошечка это первая крошка в моем в летнем сезоне она сама я делала и делала на квасу который она тоже сама делающего квас покупайте магазине черный хлеб сушить его так до сухариков чтобы такой зажаристый был не гритосик вот потом нагреваете воду высыпаете туда этот хлеб она закипает и вы до утра отставите но обычно я на ночь делаю просто чтобы не так жарко было когда он отстоится или переливайте его фильтруете чтобы сухари туда не попадали добавляете туда но я добавляю закваску не дрожжевую а можно добавить дрожжи сахар по вкусу это на трехлитровую баночку три ложки сахара столовые приблизительно дрожжи буквально чуть-чуть но стоит три дня и у вас готовый квас вот такой как вы покупаете без консервантов без ничего как в бочке бочковой а в окрошку колбаса идет яйцо огурец и картошечка картошечка и укропчик сметану обязательно кладу а уже там есть домашняя жирная сметанка если мало я тебе еще там положишь на улице начался жуткий ливень смотрите вообще же я короче отдела дождевик я хочу пойти спасти машина потому что я поставила ее в то место где собирается вода и я хочу переставить потому что я потом буду плыть так что я попытаюсь пойти как-то пробраться туда в общем я делала такие тапки чтобы наверняка на короче я пошла блин капец это жесть просто просто жесть короче вот об этом я говорила у нас тут собирается огроменная лужа а потом она короче вот так вот стекает и здесь потом будет потоп тут уже потопище спасаем как можем да я залезла короче мокром дождевике но типа блин перепарковала машина немножко дальше чем я планировала вдоль дороги было все занято и на самом деле хорошо что я вовремя вышла потому что я как раз поставила там где я как яма получается спуск и как небольшая яма и туда постоянно если большой дождь сильный ливень стекает вода я короче поставила машину потому что что не подумала что будет такой ливеняка сегодня вот короче пришлось переставлять потому что я уже подходила я уже практически плыла хорошо что во время вышло поставила намного дальше за три дома или четыре дома от моего дома вот потому что реально практически не было места и там везде тепло и вот а под домом там было как на зеленой зоне но там болото я попробовала припарковаться но поняла что я короче там за страну и загрузку и короче я слиняла оттуда на асфальт немного дальше но зато знаю что типа машинка будет нам стоять причем буду пытаться как-то дойти домой короче жесть просто ливень ужас не знаю я давно не гуляла под таким гуляла в общем ливень немного паутих но все равно так нормально здоровецкий пчет короче смотрите видите я иду сейчас конечно по болоту я потом помою ноги видите уже тут вода нормально набралась и вот она вся стекает короче вот туда где-то я припарковала до этого машина вот машина уже некоторые практически плывут на моем месте запарковалась пару машин или нет ночью похоже иду блин а я реально вовремя это же есть просто сотрите просто же я реально вовремя перепарковалась копеет по затопе сколько воды жестяк вот чтобы вы понимали видите вот эту машинку вот это там я была запаркована я тупо вовремя все теряются прям как стернадо какой-то цинами блин я тупо вовремя вышла я тупо в шоке я реально плыла бы к ней капец машины тупо плывут а я была запаркована вот возле вот этой машинки вот прям вот тут вот в общем мы достали старую одежду как старую одежду она не совсем она отложена сейчас хотим перебрать ее и отдать гуманитарку волонтерам чтобы они отдали людям переселенцам там которые нуждаются одежды вот поэтому мы сейчас это все это да это в основном детская одежда поэтому мы сейчас переберем то что такое хорошее отберем и отдадим чтобы людям которые нуждаются они могли получить какую-то помощь хотите хоть так мы можем помочь сейчас юстон мостится на юстон по пакетам правильно ну давай мастить свою попу юстон них не хрипись честом чест я шила между прочим ваш это ты шел это я шила откуда ты знаешь я потому что я шила я решила половинка родилась я не родила родил инженер катышка уже не одежда больше чем у меня потому что маленькому ребенку надо нашим водится даже если не уписается даже если все равно пачкается покушала и испачкалась пинь-пинь-пинь-пинь пинь-пинь паран такое девчачье мы вообще туда шапочка носочки рукавички ты тут наверно 4 там одна рукавичка носочки это кто вязал да и нет либо это мама тащится от всяких маленьких вещей да мама тащится я совсем не тащусь вот это по-моему линка вязала на может быть показываю коллекцию обуви это частично полу я не надо частично дашина нам отдавали для полумьяны в таком хорошем состоянии даже есть фунги овощи даже у меня нет угги это полумьянки на таване привозили это полумьяны да но это уже маленькие пакет нашел сангалеты ничего себе это ролики ролики ух ты вообще бомбезные и сандалии тоже прикольные кроссовки закончили перебирать вещи вот это вот все кулечки всю вот эту кучу мы отдадим волонтерам чтобы они передали нуждающимся тому кому сейчас нужны вещи здесь в основном детские вот здесь маленькие и здесь маленькие здесь чуть чуть постарше а это мои старые они в хорошем состоянии но я уже не буду их носить этот кулек я привезла а там какие-то вещи еще у мамы были это уже для более взрослых вот отобрали как могли что могли в принципе вещи все в хорошем состоянии думаю что каждый может найти для себя что-то что кому нужно пузико где там твое пузико пузико все и ты хочешь и ты хочешь мама говорит что саби беззубая старушка сколько ей лет будет тринадцать лет будет а тебе сколько морда сколько тебе не будет 7 ты такой тоже старушка уже старушка на просвете костиком своими ними и жопа саби 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 мой костик старый бубневка дед такую бу-бу-бу что у меня он где-то души тысячи ты что-то 1 кончитトz truc они Иди, кончитас. Иди, мне тут по одежде лазишь. Третий кончитас. Хьюсон, уйди. Би-би-би-би. Ладно. Чё? Это раритет. Вообще. Это более 20, Маша. Если вы цыгане, звоните. Так что не выбрасываем. Ты цыганям папа сказал продать? Да. Ну чё, нормально это? Я уже дома. Покрасила маме волосы. Поперебирали мы с ней вещи. Вот. И, короче, я уже приехала домой. Сейчас уже полдесятого где-то. Короче, мама мне дала окрошку. Сначала одну банку. Потом посмотрела на меня. Говорит, ладно, на тебе вторую. Но у меня на самом деле целая кастрюля была. Поэтому я совсем её не объела. Но окрошка божественно вкусная. Я забыла там сказать. Вообще реально такая вкусная. Я так давно не ела окрошку. С нормального кваса. Потому что на таких кефирах, всяких шмифирах. Не знаю. Я не сильно люблю. Вот люблю на квасе, но на домашнем. Но супер вкусно. Так что у меня теперь есть окрошечка. Сейчас я планирую помыть черешеньку. И, короче, опять на ночь поесть черешни. Ну, блин. Не знаю. А когда её ещё есть? Ну, серьёзно. Утром ты просыпаешься, завтракаешь, идёшь на работу. На работе ты не будешь сидеть её лускать. Вот. Вечером приходишь, поужинаешь. А потом на ночь можно и черешеньки. А чё? А чё нет? Мне кажется, это вообще нормовариантчик. Хе-хе-хе.